Осень, пора домашних заготовок. Многие по традиции квасят капусту. Во сколько это сейчас обойдется хозяйкам, попытаемся разобраться прямо сейчас. У нас в гостях Вадим Воробей, региональный координатор проекта «Народный контроль». Доброе утро, Вадим Анатольевич. Доброе утро. Сегодня мы решили посчитать, во сколько обойдется засолка капусты. Для этого нужна сама капуста, естественно, и морковь. Вот как сейчас обстоят дела с ценами на эти продукты? На этой неделе хозяйки солят капусту или квасят капусту. И цена этого продукта сегодня довольно недорого обойдется хозяйкам. Минимальная цена капусты в Челябинске на вчерашний день составляет 9 рублей за килограмм, а морковь – 12 рублей 90 копеек. Средняя рыночная цена по городу Челябинской области несколько выше. Составляет по капусте 14 рублей 55 копеек, а по моркови составляет 16 рублей 95 копеек. А вот капуста и морковь, она у нас откуда? Кто ее вырастил? В основном у нас сегодня используется для засолки капуста и морковь наших региональных производителей. И есть несколько правил, как правильно выбрать капусту для засолки. Правило первое. Капуста для засолки должна быть средне-поздних сортов белого цвета. Зеленая капуста для засолки не подходит. Правило второе. Качан капусты должен быть твердым, жестким, а вот мягкая капуста для засолки тоже не подойдет. И правило третье. Все кочаны капусты должны быть весом 5-6 килограмм. То есть это уже зрелая капуста, которая подходит как раз для засолки. И очень важные моменты, которые нужно учесть при засолке капусты, чтобы не испортить этот очень полезный продукт. Во-первых, нельзя использовать для засолки металлическую посуду, алюминиевую, другую посуду, потому что вследствие большого количества кислот, которые есть в капусте, они вступают в химическую реакцию с алюминием или другим металлом. И этот продукт становится не только неполезным, но и опасным для нашего здоровья. Еще один важный совет. Никогда не использовать для засолки капусты иодированную и мелкую соль. Потому что в этом случае капуста становится дряблой и меняет свои свойства, перестает быть хрустящей. Еще важное правило – это добавить в капусту несколько других дополняющих продуктов. Традиционно на Руси квасят капусты с морковью, добавляют также свеклу. Она придает капусте такой розовый цвет. По русской традиции можно добавить клюкву, но некоторых хозяйки используют и добавляют даже тмин. Это придает дополнительный аромат капусте, цвет и вкусовые качества. У капусты нельзя кушать кочерыжку, потому что, как правило, именно в кочерыжке накапливаются вредные нитраты и другие вещества, которые используются повсеместно у нас для выращивания капусты и защиты ее от вредителей. Ну вот как раз по поводу вредных веществ в капусте вы наверняка интересовались этим моментом. Вот как дела обстоят с вредными веществами, которые встречаются в капусте? Можно ли приобрести такую вот некачественную у нас? Сейчас, в осенний период, практически приобрести капусту с повышенным содержанием нитратов уже не получится. Как правило, с нитратами у нас ранняя капуста, ранних сортов, которые используются непосредственно для нашего питания июня и июля. Осенняя капуста, как правило, более экологически чистая, и она, как правило, не привезенная из южных стран, а наша региональная. Про цены на капусту понятно, а вот как насчет моркови? Что с ней? Морковь хранится хорошо и в свежем виде, в погребе. Ее обваливают специально в милу, что защищает ее от процесса гниения. Морковь также хорошо хранится и в песке, остается свежей, хрустящей до самой весны. Но морковь можно и консервировать в домашних условиях и хранить хозяйкам, как в замороженном виде в морозильнике, так и в засоленном виде. Морковь мелко шинкует, обильно солят крупной солью, добавляют укроп или другую зелень. И в этом виде морковь сохраняет свои свойства до самой весны. Как правильно выбрать морковь? Морковь должна быть средней величины, не надо брать переросшую морковь, потому что это показатель того, что большое количество нитратов было использовано на раннем этапе выращивания моркови. Ровная морковь и важный элемент то, что это корнеплод. Поэтому большое количество бактерий, находящихся на ее поверхности, нужно тщательно смывать с водой, а также использовать жесткую щетку, либо овощечистку для того, чтобы удалить верхний слой, в котором содержится очень много бактерий и различных вредных для организма человека микроэлементов. А вот как изменились цены за последнюю неделю на продукты? Расскажите, пожалуйста. К сожалению, цены за последнюю неделю растут, и потребительская корзина Южноуральца подорожала более чем на 20 рублей. Стоимость набора продуктов из 23 наименований на этой неделе составила 1984 рубля или на 1% выше, чем неделю назад. Лидерами роста цен у нас, к сожалению, стали свинина плюс 3%, рыба плюс 3,5%, подорожали молоко и яйцо на 5-6%, к сожалению, подорожала и капуста. Но это связано в первую очередь с большой востребованностью данного продукта у населения. А вот чем сейчас стоит запасаться? Может быть, есть какие-то особенно выгодные цены, что вот пойти и вот прям накупить? Ну, это зависит от того потребления, которое есть в вашей семье. Не надо запасать большое количество продуктов, никаких номинаций, ни овощей, ни круп, ни молочных, ни мясных изделий. В этом необходимости сегодня нет. Никакого дефицита продуктов нет, но есть ряд продуктов, которые за эту неделю и подешевели. Подешевело масло растительное более чем на 3%, подешевело гречка на 3% в ожидании нового урожая. И подешевели также картофель, лук и морковь, что радует наших южноуральцев. Спасибо большое. В гостях у программы «Наше утро» был Вадим Воробей, региональный координатор проекта «Народный контроль». Желаю нашим телезрителям полезных и выгодных покупок. А мы вернемся в студию через пару минут.